Большую часть своей жизни мы проводим на рабочем месте. Как бы хотелось, чтобы этот период был комфортным и безопасным. Вот только статистика отвечает, в реальной жизни не всегда так. Травматизм на производстве калечит судьбы и забирает жизни. Как обеспечить каждого правом на безопасный труд? Об этом разговор с главным техническим инспектором труда Гомельского областного объединения профсоюзов Анатолием Лапутем. Думаю, согласитесь, мы проводим на работе большую часть сознательной жизни. И как же хочется каждому из нас, чтобы этот период был не только комфортным, но и, наверное, в первую очередь безопасным. Это действительно важно, согласна? Конечно, самое дорогое у человека – это здоровье и жизнь. Естественно, человек должен с радостью прийти на работу и прийти домой потом после работы. И, конечно, к сожалению, сегодня статистика по данным Международной организации МОД около двух миллионов людей сегодня в год травмируются и гибнут на предприятии. Это серьезные цифры. Чтобы было наглядно, что в первую очередь сегодня на Гомельщине является причинами травматизма и гибели людей на производстве? Ну, сегодня машин-убийц практически не осталось. Сегодня основная причина травматизма и гибели – это человеческий фактор. Наша обеспеченность? То, что мы должны выполнять требования законодательства об охране труда, как со стороны нанимателя, который же должен обеспечить безопасные условия труда, так и со стороны работника. Личная безответственность приводит к гибели работников. И это мы знаем прекрасно. По тем случаям, которые вы видите. По тем случаям, которые произошли. И это очень емко прописано даже в директиве номер один. Головы государства. Кстати, говоря о показательных примерах, действительно, вот в том числе и в профилактике они действительно важны. Вы располагаете такими невыдуманными историями буквально несколько тех случаев, когда вот если бы не наша обеспеченность, возможно, удалось бы сохранить жизнь. Если бы наша внимательность, возможно, удалось бы предотвратить ЧП. Ну, если брать вот пример такой более наглядный, сегодня, к сожалению, даже есть рост травматизма, связанный с производством в результате дорожно-транспортных происшествий. То есть в командировку поехал человек на машине нанимателя, и в результате ДТП гибнет. И этот случай связан с производством. И когда вот идет расследование данного случая, мы сразу видим основную причину. Это то, что водитель нарушил правила дорожного движения. Но это случай производственный, потому что человек ехал не просто так куда-то, а именно по работе. Другое, например, сегодня мы встречаем, когда работник, ему выдали средства идеальной защиты. Он работает на строительстве, он должен одеть каску, страховочный пояс, но он это не одел. И в результате получил травму или, не дай бог, упал с высоты и разбился. Такие случаи тоже у нас в статистике есть, и довольно часто. У нас каждый год практически гибнут люди от поражения электротоком. И тоже мы видим, что здесь безответственное отношение порой самих работников к вопросам электробезопасности. Ну, как говорят, а в осне-босе как-нибудь, и в результате человек гибнет. Такие случаи тоже у нас нередки и повторяются. Но ведь, согласитесь, далеко не все и не всегда может заметить руководитель. И здесь, наверное, задача в активной жизненной позиции каждого члена этого коллектива. Как быть, если у многих по-прежнему удобным и любимым остается девиз «Моя хата с краю»? Вы знаете, вот тут статистика говорит о том, к сожалению, что у нас в республике, ну и даже в области, каждый четвертый гибнет на работе в состоянии алкогольного опьянения. Со стороны нанимателя закон прост. Наниматель, должностное лицо должно не допустить или отстранить работника от работы в состоянии алкогольного опьянения. Но, с другой стороны, человек, работник, естественно, не должен находиться на рабочем месте и работать в состоянии алкогольного опьянения. Но каждому работнику не приставишь надзирателя. И сегодня процесс так интенсивен, производственный, что руководитель, он же не стоит над работником. И тут рядом должен быть, я бы сказал, вот своего рода помощник. У нас 11 тысяч общественных инспекторов. Слово «общественный инспектор» я бы заменил слово на «помощник». Это тот человек, который рядом находится в любом коллективе и который тоже видит, что рядом после каких-то там праздников человек пришел на работу и ведет себя неадекватно. А как от этого человека требовать отдачи и эффективности, если он выполняет свои функции на общественных началах? Ну, если говорить, вот тут наниматель должен заинтересовать работника. В любом коллективе должна быть мотивация безопасно трудиться со стороны работников. Ну и плюс, если говорить, вот эту вот тему общественных инспекторов. Условия для его работы создать со стороны нанимателя. В коллективном договоре прописать определенное время, освобожденное от основной работы, оплачиваемое для выполнения обязанностей общественного инспектора. Плюс самого активного, подводя итоги, допустим, раз в квартал, как это принято, вот мне нравится опыт работы Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Там уже давно система очень отлажена. Раз в квартал общественные инспектора, которые активно работают, видят, что они не проходят мимо. Какие-то замечания, какие-то предложения записывают в журнал контроля, вот, оперативно, устраняя, конечно, вот. И они поощряются за счет нанимателя. И это твоя эффективность. И это эффективность. За любую работу, пусть даже, так сказать, волонтерскую своего рода, надо говорить всегда спасибо. И будет, естественно, результат. Анатолий Николаевич, действительно повод задуматься для каждого. Спасибо за это интервью и до встречи в эфире.